Жители Ставрова уже устали от этого дежавю. Переполненные колодцы и затопленные подвалы они наблюдают регулярно. Но в местном ЖКХ уверены, что людям чудятся фекальные воды. Коммунальщики считают, что система в порядке. И об этом они отчитывались в том числе и нашей съемочной группе, которую жители приглашают не первый раз. Я вам докладываю, что вот эта ситуация там устранена, что система экономизации вот этого дома работает неисправно. Тот участок, который был проблемный, мы на нем поставили промежуточный колодец. Поэтому система экономизации в этом доме сейчас функционирует нормально. Если в том доме ситуацию исправили, то теперь страдают другие жители по этой же улице. Вот так это все выглядит. Фекальные озера на всей территории нежилых помещений. Люди задыхаются в своих квартирах. Постоянно встают колодцы канализационные. То есть и вся канализация идет в дом. То есть подтопления очень большие, неприятные запахи поднимаются до пятого этажа. Люди жалуются. У нас постоянно проблемы. Сначала у нас крыша текла полностью, даже до первого этажа прошло. Потом ее сделали очень хорошо, слава богу. Ну а сейчас вот, да постоянно из подвала пахнет. Особенно в нашем подъезде у нас сам выход. Накануне, когда колодцы вновь встали, фекалии молниеносно заполнили подвал 15-го дома по улице Юбилейной. Об инциденте сообщили в аварийную службу. Но там никак не отреагировали. Мы располагаем аудиозаписи одного из звонков в диспетчерскую Стопроба. Слушаю вас. С проводу беспокоит. Лично прошел колодец полный. В общем, короче говоря, я передаю слова Тимофеенко. Он ездил из трех колодцев. Один полный, из двух уходит. Он все тоже снял на телефон. Сказал, что завтрешнее утро все терпит. Тем не менее, сегодня на месте аварии мы застали мужчину. Со слов жителей, это господин Тимофеенко, который сейчас исполняет обязанности руководителя местного управления ЖКХ. На камеру общаться с нашей съемочной группой он наотрез отказался. А вот с председателем ТСН было о чем потолковать. Колодец мой. Вот это вот ваша зона ответственности. Вот это вот колодец ваш. Мой. Колодец мой. Вот здесь проблема, где вы раскопали. Непосредственно рядом с колодцем. Из-за чеканина труба. Вот сейчас за чеканина ее и все. Спустя некоторое время у колодца появились два специалиста местного ЖКХ. Стали откачивать воду, отбрасывать землю и чеканить трубу. Господин Тимофеенко отметил, что его контора с работой справляется. А оценить результат труда почему-то пригласил лишь через 10 дней. Видимо, к этому времени все недостатки будут устранены. Насчет других домов по юбилейной, где постоянно встает канализация, ответа не последовало. Зато по этому дому представитель ЖКХ заявил следующее. Делаем для того, чтобы у нас не приходило в эти колодцы, земля не поступала. Это мы сейчас делаем. А то, что земля идет, это его вина, потому что он принял этот дом и принял в таком состоянии. А не мы принимали. Выходит, если вдруг в доме прорвет канализацию, то виноваты в этом. Ну никак не специалисты ЖКХ, если их можно так назвать. Кроме того, у них всегда найдутся отговорки, чтобы свалить вину на кого-нибудь другого. Михаил Месьянчик, Артем Горчаков, 6 канал.